Каким образом выобрался, пожалуй? Ну вот что такое барометр поведения и как он используется? Ну я уже сказала, барометр поведения это дорожная карта наших поведенческих реакций. Там есть несколько уровней осознания, несколько категорий эмоциональных и несколько, в каждой категории 8 подкатегорий, ну как бы состояния эмоциональных. И в общем-то, это наверное, как мне сейчас кажется, я только что с семинара голограмма барометра приехала, действительно реально барометр пронизывает весь метод 3 в 1. Потому что даже отдельные так называемые пальцевые коррекции, то есть работа с телом, они имеют свое место на барометре. То есть выявляют тот или иной дисбаланс, я уже могу примерно прогнозировать, чего там у вас... А где собака порылась, грубо говоря? В каких эмоциональных состояниях, в каких процессах? Ну и кроме того, сам барометр это такой инструмент, который, если ты смотришь, что в сознании, что в подсознании, что в теле, там категории естественного взаимосвязанного, ты очень плавно можешь увидеть, как определенное состояние обиды перетекало там в горе и вину, и в состоянии нет выбора в теле, к примеру, да? И затем возвращать выбор, равенство, тот самый интерес и так далее. Вот, то есть там, естественно, там работа с негативными, с позитивными состояниями идет. Вообще, основная методика балансировки эмоционального состояния, сначала мы рассеиваем негативное состояние, да? Потому что, если его не рассеять, что произойдет? Мы можем создать человеку какой-то позитив, придумать его, да? Помочь. Какой-то выбор там, все. Ну, с нерассеянным Незом это, конечно, сложно, но что-то там можно сделать. Вот это мы поверх Неза его посадим, да? А потом, что будет? А потом он как пружинка, так ищет. То есть он только вот время подержится, потому что сначала мы все негативное прорабатываем, да? Сбираем. Но просто убрать, там, что будет на этом месте. И понятно, что, да? Поэтому дальше идет трансформация. Есть там свои методы, которые называются ТСС, да? Творческого снятия стресса и так далее. При помощи которых уже создается позитивный эмоциональный заряд, то есть мотивация. Человек. Такой механизм балансировки. Ну, тем не менее, всегда сначала работается тело, потом эмоциональная составляющая, потом при необходимости снова притягивается тело. Вот как бы такая методика. Вот. Вот так вот. Так вот. С burner Halval Watch. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok